Друзья, всем привет! Сегодня мы с вами посмотрим макрицу-чешуйницу под микроскопом. Вот она! Красавица! Вы посмотрите! Это же просто воплощение какого-то дьявола, я не знаю. Такое, если тебе приснится, то ты, наверное, точно спать уже больше не захочешь. Какого, ребят? Это просто жесть! Какой у меня вид! А может, кто-то на заставку хочет себе на ком такую? Ну, посмотрите, какая красота! Вы, пожалуйста, только детей выберите от экранов, потому что, мне кажется, это... И всем не стоит смотреть, у кого очень неустойчивая нервная система, вы потом точно спать не сможете. А вот и она. Видите? Макрица-чешуйница. Вот эти ее чешуйки. А на чешуйках это что? А на чешуйках, походу, грязь. Это что у нас так дал? Вот такая засада! Ну, попадусь. Ну ладно, сейчас у меня грязь. Сейчас про Макрицу. Непонятно, да, есть у нее там все внутренние какие-то органы или нет. На самом деле, не изучала ее внутреннее строение. Могу сказать про нее, что они любят очень ночь и активность они свою проявляют ночью. Возможно, вы видели этих красавиц, которые ты так это утром просыпаешься, заходишь в туалет, включаешь свет, и они просыпную. Видели? Ну, по-любому. Не только же они у нас живут. Приходят эти красотки вообще с разных мест и зачастую от соседей, от любимых соседей, да, по вентиляционным трубам они к нам и пришли. Мой муж, добытчик, добыл эту красоту для того, чтобы показать вам. Вот. Ну, смотрите, ну, вот, блин, реально. Я не знаю, если бы я раньше предполагала, что это вот так вот жутко выглядит под микроскопом, блин, я бы их, наверное, точно стала бы выводить, потому что до этого они меня вообще как бы особо сильно не напрягали, если честно. Ну, есть они и есть. Периодически вижу их, но они как-то не особо сильно напрягали. Ну, вот, блин, когда ты видишь такую жесть, хочется от этого избавиться, конечно. Находятся они чаще, их можно встретить в туалетах, в ванных, в подвалах, в каких-то теплых влажных помещениях. На кухнях очень любят. Они, кстати, очень любят сладко-сахаросодержащие продукты, поэтому, если такая штука заведется у вас на кухне, это просто караул. Сразу же предпринимайте меры по их удалению, потому что, ну, соответственно, кушают, плодятся, и дальше беда-беда. Очень любят крахмалосодержащие овощи, поэтому как раз-таки домой они не только от соседей могут, конечно же, попасть, а со всеми вот этими овощами, которые мы приносим из магазинов, там, из каких-то погребов и прочее-прочее. А еще они могут попасть к нам на каких-то там чемоданах, дорожных сумках, то есть вот эти всякие гостиницы. Оттуда мы их тоже можем привезти. Автобусы, там, или самолеты. Это все место, где просто их рассадят. Вот. Что еще? Вообще, они на самом деле, ну, никакой опасности для человека не играют, они не кусаются, они не являются переносчиками каких-то инфекционных или вирусных заболеваний, они просто есть. И это факт. Позволяете вы жить у себя дома им или не позволяете, это уже ваше решение. Ну, а что они делают? У нас вот они, например, живут исключительно в туалете. Слава богу, дальше они не выходят. Им, наверное, просто нравится, у нас есть кошка. Им, наверное, просто нравится запах в ночи. Когда наша красавица начинает греметь горшками, наверное, они кайфуют от этого. Вот. Ну, а что они могут? Они могут портить одежду. Они иногда заводятся в одежде. И знаете, такие маленькие кружочки бывают на вещах. Это вот как раз вот эти вот красоточки прожирают, тут же пакостят, пожрали, отложили и поползли дальше. Поэтому, как бы, если они появляются в вещах, то, конечно же, тоже их нужно что-то с этим предпринимать, потому что вещи ваши все попортятся. Еще они очень часто, они очень любят, в библиотеках они, кстати, очень бывают часто, любят очень старинные, старые-старые книги. Тоже можно найти их в старых книгах, они делают такие маленькие дырочки, очень любят бумагу. Вот, поэтому тоже обращайте внимание, если вдруг у ваших книжках появились дырки, то это вот эти товарищи сделали. Вот, активности не проявляются вы только ночью. Поэтому, когда вы проснулись, пошли, включили свет там в ванной, в туалете, тадам, вот и мы. Да. Что еще вам про них рассказать? Они могут пожирать ваши фотографии, кстати. Да, те, кто любит складировать старые фото, периодически просматривайте их, потому что в пепел просто все сожрут. Смотрите. А дальше, здесь уже стукратное увеличение у нас. Будем смотреть глазки мокрицы. Глазки мокрицы, это вообще вещь такая поразительная. Это мне, знаете, что напоминает? Это мне напоминает фильмы. Видите, какие они, ну вот когда вот, ну вот так преломляются, всяко-разно. Они такие волнистые. Это когда в фильмах снимают, а всякие пчелки, да, они когда летают, у них вот какое-то такое непонятное зрение. Вы просто представьте, это как бы мы видим своими глазами, да, их, ну вот они мокрицы-мокрицы бегают. Мы такие большие, они такие маленькие. А вот эта вот фигня видит вот этим своим вот непонятным вот этим зрением нас. Это ж какой страх. Это ж вообще какая-то жесть. А вот это уже, собственно, то, что никто, конечно же, не планировал давить эту мокрицу, но так уж она вначале была живой, а так уж сложилось, что вот из нее еще вытекает вот эта жидкость. Ну, муж совершенно случайно ее нажал, поэтому из нее потекла вот эта вот жидкость. Ну, вот, ну, собственно, не зря, наверное, она, конечно же, называется мокрица, потому что, видите, да, это как пузырьки воды какие-то у нее. Ну, непонятно, на самом деле, зачем она вообще нужна, какую связь в пищевой цепочке она поддерживает. Вот, у меня вообще загадка. Кто, зачем, кто ее будет есть такую вот страшную? Ну, блин, я не знаю. Ну, это, наверное, еще более страшное какое-то страшилище будет. Не знаю, если я узнаю, я вам обязательно расскажу, кто питается мокрицами. Ну, а такой информации пока что я не нашла. А это что? Это вообще непонятно, что? Ну, не знаю, загадка, что это. Ну, в общем, самое-то интересное, как их вывести, да? Потому что, ну, вот она, наша красавица, с лохматой головой. Как бы живут они и живут. Особо-то мы про них, как бы, особо ничего и не знаем. Но есть и не есть. О, она еще живая, смотрю, дешевелится. Как ее вывести? Можно просто вымораживать помещение до минус 10 градусов, но здесь есть большая вероятность того, что вы просто приморозите все трубы. Не знаю, насколько это оправдано и стоит ли это делать. Конечно же, можно использовать всякие хлоросодержащие компоненты и, ну, просто вот реально вытравливать, вымывать пол. Я думаю, что можно спокойно использовать более щадящие средства, такие, как помыть пол, например, эфирными маслами. Или же можно использовать какие-то специи. То есть вы просто можете, там, в одежду свою сложить. Очень классно работает смесь корицы и гвоздики. И чеснок тоже очень хорошо работает, но потом от одежды, наверное, будет пахнуть чесноком. Это не очень, очень прикольно. Некоторые прямо не переносят запах чеснока. А, ну, когда запах гвоздики или корицы, они недостаточно приятно пахнут. Вот, поэтому можно использовать их. Ну, собственно, вот мы и закончили наш просмотр мокрицы. Я надеюсь, вам было интересно. Если у вас будут какие-то идеи, если вы захотите, чтобы я вам еще про кого-то рассказала и кого-то показала под микроскопом, обязательно пишите. И будем снимать. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok